всем добрый добрый вечер скажите пожалуйста видно ли меня и слышно ли меня очень как всегда волнительный момент и хочется узнать слышите ли видите ли вы меня для того чтобы стартануть с нашей новой как всегда интересной конференции так увидела плюсики спасибо леночка большое итак приветствую вас на нашей онлайн конференции сегодня конференция наша это украшение для вас я хочу сказать что все мы конечно рукодельницы и ну первую очередь женщины да и мы любим украшать себя всевозможными украшениями подвесочками бусами браслетами всевозможными ободочками дам хотим чтобы все нами любовались и вот поэтому и стартует такая очаровательная конференция как украшение для вас сегодня с вами юлия левинца и конечно же наша дружная команда красоты рукодельной прежде чем представить нашего сегодняшнего спикера конечно я хотела бы сказать несколько технических моментов напоминаю что нельзя бросать в чат не ссылочки не картиночки так как это утяжеляет нашу комнату и люди которые смотрят с планшета или телефона не смогут посмотреть нашу трансляцию поэтому будем уважать друг друга и дадим возможность посмотреть всем желающим хочу сказать что если у вас что-то зависло или вы вышли как-то случайно с этой комнатой то вы можете перезайти по той же ссылочке по которой вы сюда уже попали или нажать f5 клавишу для этого все обновиться у вас также у вас есть уникальная возможность купить все записи этой конференции и каждый день творить какое-то себе новое замечательное украшение и хочу еще напомнить о том что сегодня над чатом появится баннер нашего спикера сегодня с нами и леночка версанова и вы сможете конечно ознакомиться с ее новым предложением сейчас я хочу сказать буквально несколько слов о леночке я думаю что вы ее все уже очень очень хорошо знаете но буквально пару слов конечно работы у нее просто вообще обалденные иногда просматриваешь и думаешь это настоящая там малинка или смородинка или крыжовничек это может быть это можно съесть да леночка пишет что сколько себя помнит постоянно что-то мастерила из подручных материалов когда родилась доченька практически всю одежду ей шила и вязала сама вот наступил сентябрь 14 года и для меня он стал переломным в занятии рукоделием я решила что пора моей работы выходить в более широкий свет и переносить только удовольствие не только удовольствие но и дополнительный доход поэтому давайте же под бурнишие аплодисменты в виде восклицательных знаков мы будем встречать нашу леночку леночка я передаю вам слово где наши бурные аплодисменты девчонки да можно можно и так похлопать все удачи леночка если что я здесь хорошо так ой сколько аплодисментов так как приятно ну да я сейчас выступаю крайне редкий причем на бесплатных вебинарах на открытых таких вебинарах я выступаю только с красотой рукоделием только с ними вот так девочки знаете что хотелось бы узнать если кто-нибудь тот кто меня вообще первый раз видит и слышит поставьте пожалуйста нолик в чате людмила у меня постоянный посетитель потому что всех есть одно не не всех не могу запомнить очень много народу бывает хотелось бы узнать мила нет таких да нет вот видите елена нолик поставила значит со мной незнакома татьяна те кто знает конечно можете ничего не ставить это слишком много будет так сегодня у нас будет довольно таки простой мастер-класс но и в то же время будет интересно мы постараемся такой степени упростить изготовление вербы вдобавок все равно обычно приходится делать не одну веточку а много-много а чтобы времени было поменьше и материал конечно поэкономичней и вот сегодня мы сделаем нам нужно будет ну список материалов конечно писали нам нужно будет флот пудра или если у вас есть шерсть вот которая идет для валяния белая можете пока вот мы разговариваем девочки кто будет использовать шерсть можете меленько-меленько ее порезать для вербы подойдет вполне даже если там где-то крупные немножечко попадутся ничего страшного но у меня вот шерсти нету я валянием не занимаюсь ну и поленилась не сходила не купила у меня просто ворсовая пудра белая так что нам еще нужно будет для окрашивания придания цвета я буду использовать черную и белую акриловую краску далее для нанесения пудры я буду использовать вот такой ситечка очень кстати вообще классная ситечка мне так нравится им пользоваться очень удобная намного лучше чем 2 от которой побольше вот у меня такое но если нету ситечка можете просто ручками присыпать так нужна будет кисточка проволочка для литончиков ну у меня тут одного размера это наверное где-то двадцать шестой или двадцать четвертый номер я уже не помню потому что у меня всякая разная это проволока не подписанная лежит так на глаз уже определяем так что нам нужно будет нам нужно будет тейп ленту обычную зеленую можете использовать вот какая попадется у вас у меня вот разные в мешочке и мы ее окрашивать будем желательно масляную пастель потому что тейп лента лучше окрашивается масляной пастелью нам нужно будет зелененькую так сейчас скажу какой то у меня номер у меня то видите вообще гризочек остался так сейчас я скажу целое то есть так я буду использовать двести шестьдесят девять и красненькую двести восемь так мы сделаем еще кстати маленькие совсем почечки отдельно вот сюда же веточку так что нам еще нужно ну я буду вот в губку положить и нам еще нужна полига для придания фактуры самой ну и конечно ножницы а нет еще нужно будет горячий клей но нам его нужно будет использовать совсем-совсем немножко чисто литончики закрепить и все так что по сути получится практически без клея можно даже если нету горячим клеем можно будет использовать вообще без него так что у нас сегодня практически без клеевой мастер-класс так ну для тех кто меня еще не знает еще тем более девочки присоединяются я сейчас покажу свою презентацию похвастаюсь последними работами как без этого ну вот меня зовут Елена Мирсанова мне 40 лет пока еще 40 лет через 3 месяца будет уже 41 так я живу в городе Сухолок это Урал совсем недалеко от Екатеринбурга буквально 100 километров так я сильно комментировать не буду кое-где если буду вставлять только сначала пойдут мои работы а потом уже работа моих учениц извиняюсь перед теми чьи работы не выставила если честно я где-то там в переписках даже многое потеряла потому что много пишут очень бывает нет возможности сразу перекинуть что не всегда с компьютером вот это мы кстати делали на прошлом вебинаре девочки мне отправляли вот тоже извиняюсь кто не отправил я презентацию не выставила а надо было бы потому что обалденный виноград получился девочек прям вот красивый-красивый так так я делаю как из зефирного фоамирана из иранского из корейского шелковый что-то у меня как-то руки почему-то до него никак не могут дойти вот видите получается вот тут пиончики в кустике а тут я добавила две ягодки малинки вернее это ижевика просто сделано по тому же как маленько вы уже видите какой какой композиция получилась я вообще стараюсь делать универсальные веточки потому что эти универсальные можно прикрепить куда угодно и на что угодно вот это кстати роза вот что предыдущая что там красная была вот это кстати лепестки это иранский фоамиран это вот я не так давно делали смешанные техники это силикон и фоамиран это хризантема из зефирного фоамирана в чем там классная такая-то заготовление очень простое никакого утюга не нужно вот это я закончила буквально сфотографировала сегодня шиповник тут зефирный и иранский фоамиран вроде неплохо получилось такие пироженки делала это силикон это тут силикон и фоамиран в перемешку тут тоже смешанная техника это конечно далеко не все мои работы это я уже выставила такие более-менее которые мне самой вроде нравятся неплохо вот такое венка вот это вот этой малинки неживика делается по этому мастер-классу это я немножко тут игрушками приснился мне этот мышонок пришлось вставать и делать хотелось бы конечно полистать быстрее но она тогда не фокусируется так так вот дальше идут уже работа моих учениц по моим мастер-классам говорить я тоже не буду кто знает свои работы узнают конечно потому что я у меня очень плохая память если честно на имена и фамилии поэтому я могу переврать кто что сделал не все девочки фотографии свои подписывают вот видите целая ягодная лукошка у нас кстати так верное воскресенье у нас будет 7 апреля поэтому вот нужно будет сегодня подготовиться на разное ну тем более такие веточки вербы можно будет сделать как какую-то композицию так же вот как вообще отдельный букетик на рамочках очень красиво будет смотреться в украшениях тех же заколках тем более мы сделаем такая чтоб она была довольно таки легенькая эта веточка не утяжелялась кстати обратите внимание сколько разнообразия вот этих вот шкатулок из блинчиков будет в этот раз этот мастер-класс пойдет в подарок покупки комплекта из мастер-класса что можно хорошо сэкономить и получить очень много знаний мы когда покупаем мастер-классы мы в первую очередь конечно покупаем это время потому что вот бывает очень много времени на эксперименты различные уходят бывает даже до полгода вот эти блинчики опять же сделаны с икрой вот опять же шкатулки даже целых две разных всяких я еще специально в этот раз скомбинировала так комплект что были ягодки цветы и в подарок еще и блины вот видите как шкатулка и плюс еще сделана вот такая вот куколка в виде блинчиков очень оригинально я до такого не додумалась бы вот видите показана шкатулка как внутри она наталья отправила аппетитненько так прям аж обжаристо аж так охота съесть пойти у каждого серно мастера свой почерк своя манера изготовления даже делается серно по одному мастер классу а серно манера вот разная и получается разное изделие ни одно на другое не похоже это полностью из силикона недавно ученица приобретала такой мастер класс пироженки такие аппетитные так сейчас я про кручу и уже почитаю что вы написали сейчас я чат не вижу вот видите даже про что я говорю что у всех манера все равно разная вот бамбук один и тот же мастер класс и вот бамбук абсолютно разный так все я все перестала сейчас я к вам возвращаюсь так читаю чат и начнем работать добрый вечер можно спросить если силикон липнет сильно это наверное такой силикон не подходит нет побольше крахмала и материалы дорогие сейчас чтобы тренироваться ну да вот вербочку я говорю что мы сейчас будем делать довольно таки экономичным способом тут у нас минимум получится затрат благословенные ручки спасибо так ну все я прочитала вопрос никаких нету спасибо за комплименты очень конечно приятно так девочки хотела бы знать будет ли кто-нибудь делать вместе со мной так напишите да буду там я так пистолет я горячий все равно заранее включила хотя можно в принципе и без него обойтись ну для качества все таки лучше его использовать так и еще как обычно на моем вебинаре бывает самый активный участник в чате получит от меня подарок станет победителем тот кто лучше всего будет более активным будет в чате но я определять буду не по количеству каких-то вопросов каких-то комментариев а по качеству как говорится что понравится мне кто понравится на того я укажу победителя я поглашу в самом-самом конце вебинара так что досиживаем смотрим вдруг что-то интересное вам пригодится из этого всего буду делать это будет просто смотреть итак берем фольгу так сейчас я отрежу ну что как обычно я делаю на глаз и размеры не запоминаю сейчас я отрежу и скажу хватит нам такой или нет так сейчас я отрежу так ну я буду делать такую небольшую аккуратненькую поэтому я отрезала у меня вышла полоска 6,5 и отрезаю квадратики просто одинаковые делать не нужно 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 побольше вот тут допустим что-то у меня побольше получится так сколько примерно штучек нужно будет нам на веточку ну вот у меня если честно подзаканчивается краска жду когда придет вот где-то у меня в Екатеринбурге посылка застряла обычно так быстро все приходит что там видимо на почке на сортировке и висит она у меня вот и у меня остатки краски поэтому я большую веточку делать не буду наверное штучек вот 6 наверное сделаю потому что надо будет еще почечки делать еще отдельно даже колбаска какая-то получилась ну все уже даже 3-4 человека будет делать уже хорошо так еще немножко отрежу добавок я не буду большие делать веточки потому что я их скорее всего буду использовать в заколках или еще где-то просто берем сминаем вот так вот прям катаем когда мы катаем вот этими местами серединками у нас само по себе получается овальчик не кружок если катать вот этими местами вот сюда ложишь и пальчиками тогда получается кругленький шарик так теперь берем наши заготовочки и чуть-чуть ну немножко можете даже не затирать так уж как хочется просто хочу чтоб немножечко поровнее было и чуть-чуть вот эти вот уголки либо можно просто покатать по столу только если у меня катать не будет клапочка часть и стол такой шапки вот можно просто покатать по столу будет ровно я наверное так и сделаю потому что честочкой дольше чем так ага Елена будет будете смотреть и записывать хорошо правда тут особо если честно записывать нечего будет ну ну лучше записать конечно вдруг мало ли какой-то момент забудется так какой размер примерно листиков вольги ну вот я один отрезала шесть с половиной на шесть с половиной у меня вышло так и вот этот еще один какой-то все примерно они у меня разного размера чуть-чуть там миллиметр туда-сюда все сделала все теперь берем бетончики проволочку ну вот это я не помню какой номер двадцать четыре или двадцать шесть что такое главное чтобы более-менее держало форму так нарезаем по количеству так шесть штучек у меня не очень длинные так сейчас скажу ну три с половиной три с половиной от трех до четырех сантиметров я опять же нарезаю потому что на глаз как обычно три четыре пять так вот шесть семь нам нужно будет еще на почечки почечки на минус штучки три сделаем тоже такие же такого же размера вот это на почке у меня будет так теперь берем либо можно сразу воткнуть вот прям литончик шишечку эту либо можно использовать иголку толстенькую сделать у основания смотрим вот где у нас пошире ленышко делаем небольшое углубление сильно-сильно прям скатывать вот эти наши заготовки не обязательно не обязательно чтобы они были прям твердые-твердые пускай немножко даже воздушнее будет мне будет тогда полегче меньше фольги уходит вот вот я повторю девочки я делаю вот такого вот средненького размера если чуть по натуральнее наверное надо будет 7 на 7 вырезать все-таки знаете как отрежьте посмотрите как вам нравится размерчик мне нравится так берем горячий клей и тончик обычно я на кончике всегда загибаю петельку так более получается более крепенько и уже точно никуда не денется берем нашу заготовку так как оно видно сюда втыкаем немножко клея наносим и засовываем так и чуть-чуть можно чем-нибудь ловеньки чуть-чуть обжать капитально что не спадывает так девочки задавайте вопросы я буду отвечать если что-то вас интересует так девочки все видно все понятно пока на этой стадии все сейчас мы на литончике посадим все нам клей больше не нужен все понятно очень хорошо все понятно очень хорошо Сейчас я его посажу. Девочка, кто-нибудь делал на прошлом вебинаре виноград со мной вместе? Ну или потом, позже. И понравился вам результат. Все, все дело, все, мне клей больше не нужен. Я выключаю пистолет, все не знаю. Утюг нам тоже не нужен, ничего не нужно больше. Так, сейчас почечки мы сделаем чуть попозже, потому что нам придется немножко подождать, когда у нас вот это высохнет. Так, теперь приготовим нашу краску. И сразу же, так я отсюда немножко отбегаю, беру другую бумажку, чистенькую листочек, приготовлю флок-пудру, потому что нам нужно будет очень быстро это все делать. Краска акриловая застывает быстро. Поэтому, сразу, вот видите, она отдельной, чтобы не замарать. Сюда засыпаем. Все, я пускаю, она лежит готовая уже. Классная зисечка, вообще нравится так с ним работать. Так, теперь я беру черную краску, так как у меня тут осталось совсем-совсем чуть-чуть, то я прям тут и разведу белую. Немножко добавлю. Добавлять нужно совсем немножко, чтобы у нас был не совсем прям черный-черный такой цвет, а чуть-чуть посветлее. Вот я немножечко белой краски. И перемешиваю. Даже маловато белой. Так, прям сейчас так, смотрите. Главное, конечно, не перебольшать совсем, чтобы это у меня... Нам нужен темно-серый цвет. Вот такой. Да, вот такой. Темно-темно-серый цвет нам нужен. Так. Ну, у меня, видите, я еще, почему еще белую добавляю побольше? Потому что у меня мало черный осталось. Так, сразу приготовлю еще губочку, чтобы туда втыкать. Лизия, ну да, в поиске, но не всегда почему-то получается. В последнее время как-то немножко притормозилось. Так. Главное сейчас не замарать вот эту бумажку, потому что флок обратно я потом высыпаю. Его опять же использую. Теперь берем нашу... Вот эту вот шишечку. Так смачненько обмазываем нашей темной... Серой краской. Именно смачненько надо, чтобы у нас фольга там не поступала. Ну и, чтобы у нас флок хорошо ложился. И... Делаем... Насыпушку. Так, наверное, все-таки немножечко, чуть-чуть. Не, нормально. Побольше, побольше все равно нужно. Насыпалось у нас. Я хорошо-хорошо так припорошиваю. Да, немножко все-таки темно-гладко сделано. Надо еще беленько добавить. Ну, даже вот так еще потом. Немножечко попридавить. Еще добавить. Руку. Или даже чуть... Не очень ровненько будет. Прям польчиком. Чуть-чуть стряхаем. Соземь куски-то нам не нужны. Все-таки. Все, и оставляем сушить. Так, сейчас я еще раз добавлю краску, потому что темновато не нравится мне. Еще немножко добавлю. Черновато получилось. Все-таки, чтобы была такая... Думаю, таки светленькая краска. Посветлее. Получается из-под низу, как черное такое. Свет все равно нету верхнего. Очень шутит. Светом получается. Так, ладно. Сейчас проэкспериментируем на следующие. Следующие пучки. Точно так же. Точно так смачненько. Глубенько. Так, ага. Еночка, там спрашивают девочки про флок. Не поняли, что это и как, где его взять. Флок, ну, вот, насколько знаю, Крустар рукодельная продает флок в своем магазине. Флок – это пыльца для, как раз, для рукоделия. Повторюсь, что можно вместо флока использовать нарезать шерсть беленькую. Беленькую или даже серенькую, потому что... Цвет как раз получается подходящий для серенькой. Все равно мне не очень как-то нравится цвет, который под низом. И то он у меня темный. Сейчас еще раз разведу. Нет у меня серой акриловой краски. Флок. Вот, вторая шишечка готова. Но цвет меня все равно не устраивает. Сейчас еще добавлю. Сейчас надобавляю, у меня будет целой полбанки серой акриловой краски. Это хорошо. Нам еще куда-нибудь пригодится. Да, мелко можно мелко нарезать шерсть. Я, кстати, сейчас даже вам покажу, как я... С чего я один нос нарезала. Так, ну, сейчас вроде более-менее цвет. Такой серенький. Так, сейчас я вам покажу. Вот у меня есть вот такой петух. Игрушка. И вот тут у него есть, видите, как уже обчикано. Это я с него срезала флок. Надела. Когда у меня еще не было этого. Просто меленько-меленько режешь. И все. Так, делаем следующий. Так. Следующую шишечку. Видите, получается довольно-таки неровненький после того, как локом нанесешь. Смем то, что нужно. Так, сейчас я локом буду под локом наносить. Только как-то ситечка. Помалу она набирает. Не хочет отсюда. Значит, я вот эту пудру потом не буду использовать. Второй неразу все-таки. Если честно, не делала вверху еще ни разу. Делаю только с вами вместе. Вот. Сейчас вот цвет меня устраивает. Получается как раз такой вот, как бы изнутри. Такой серенький. Томненько-серенький. Отлично. Такие хорошие шишечки. Да, пушистая шишечка получается. В белую надо было немножко черное добавить. Но у меня белого очень много. Мне ее жалко. Так, сейчас я ветерую, закрою. Такой старой губкой тут. Все в белом губке. И делаем все то же самое. У меня тут старая краска. У меня уж комочки такие. Ненужные. Нешние. Так. И прямо вот так вот, видите, я прямо аж наваливаю. Что нужно пропитается. Возьмем. Немножко, мол, прямо пальчиками так при... придавить. Вот этого кусочка мне вполне хватит на все. Вот. Все, и не надо никаких еще дополнительных чего-то. Случается очень хорошо. Так. На палитру сделать. Ну да, можно было на палитру. Но у меня вот... Я подумала, что раз у меня там мало все равно краски, я ее разведу. Так. Если манку используют вместо флока. Нет. Там все равно пушистость не та все равно будет эффекта. Манка все-таки, она великовато все равно. С одной стороны, девочки, хорошо, когда получается, когда делаешь мастер-класс, и получаются какие-то ошибки. Зато можете узнать, что не нужно делать. Да, у меня у кухонный инвентарь активно, да, участвует. Так, ну, сегодня, как видите, у нас получается работа без фоамирана. Совсем. Мы, кстати, будем еще на, не только почечки делать, а еще такие, знаете, всякие закорючечки на этом, на веточки. Прямо, чтобы у нас были такие неровности всякие разные. Сейчас будем натуральную такую веточку кинуть. Так что найдите где-нибудь, ну, или игрушку. Бывает мех искусственный, где-то завалялся. Не обязательно, чтобы он был белого цвета. Можно, допустим, слегка бежевый, слегка серенький. Тоже нормально будет. Так. Если честно, идею с вербой мне мама подсказала, потому что у меня что-то как-то муза подзаснула. Я говорю, что, вот скоро у нас у меня выступление, мне нужно придумать тему. Вот. Теперь у меня мама выступает в качестве музыки, подсказывает, что делать. Вот видите, некоторые, получается, уже такие крупненькие остались тут. Я их прям вот пальчиком немножко придавливаю. И они не сильно торчат. Вот. Еще одно. Последнее. Делаем. Видите, мне нужно и чуть посредников еще дополнительно там лаком мазать и все такое. Ничего не нужно. Сразу же делаем. Излишнюю спешение. Ну, вот сразу говорю, вот такую ситечку классно вообще использовать для придания, там, допустим, на цветы какие-то или еще что-то. Оно получается, эта ситечка, оно ровненько-ровненько ложит этот флок. И плюс еще, получается, вот эти комочки, которые остаются, он их отсеивает. Все, видите, вот у меня получились вот такие шишечки. Так, все, сейчас я краску закрываю. Мне она больше не нужна. Вот это. И будет у меня серенькая краска еще в ассортименте. Да, мама у меня молодец. Она тоже, извиняюсь, довольно-таки творческий человек. Так, вот тут я эту, вот у меня тут все равно в этом осталось, я обратно выступаю. Так, так, так. А вот это, знаете, как я ее сделала? Я сейчас ее тоже мне жалко. Я сейчас вот так согну. Я ее просто просею в этом же сите. Так, сейчас надо вот так. И смудрится туда высыпать. И-ёй, получается, получается. Ну что, мы сейчас все мы так-нибудь сделаем, подправлененько настелать. Не очень, видите, удобно на камеру все равно. И обратно я ее высыпаю. А вот эти как раз комочки, которые были с краской, они у меня тут и останутся. Так. Еще немножечко. Вот такой я жадный человек. Я не могу. Ну, тут уже почти ничего не остается. Уже остаются только фактически комочки. Вот видите, получается, тут у меня остались внутри комочки. Их уже использовать, конечно, нежелательно. Все. Поэтому все это я выкидываю. Так, пока у нас это высыхает, мы с вами сделаем почки. Почки делать очень тоже легко. Без какого-либо клея. Моей маме нужно пожелать долгие лета, жить в здравии. Да. Очень хорошо вот так было. Так. Использовали внутренность от гигиенической прокладки. Если честно, даже не пробовала. Не видела такое. Я даже не додумалась. Буду знать, если что. Можно просто взять отдельную бадочку и не смешать краски. Проще базовую краску не изменять. Ну да, нет. Просто у меня оставалось на донышке уже черной. Мне не жалко было разбавить. Поэтому я тут размешиваю. И то у меня сейчас будет еще и серая краска. Серая у меня еще не была. Так, что-то я все краски измазалась. Так, ну что, делаем почечки. Делаем три почечки. Так, берем опять наши литончики. На кончике загибаем петельку. Но сильно ее не полностью не загибаем. Чуть-чуть хвостик, если. Чтобы она была такая немножечко толстенькая. Форма у нее оставалась. Вот видите, остается крючочек. Где-то расстояние, наверное, миллиметрика полтора. Между стволом и вот этой петелечкой. У меня был такой толстенький. Так, теперь. Берем пейп-ленту, какая есть зеленая. Потому что я посмотрела, верба бывает абсолютно разных цветов. Абсолютно разные стволы цветом оттенка. И мы сегодня сделаем именно такой вот. Не просто коричневую вербу, а такую интересную жениху. Так, сейчас я порешаю, какого цвета я хочу сделать. Ну что, у меня все разные пейп-лента. Наверное, я возьму все-таки. Вот такую, да. Такая довольно-таки яркая, зелененькая. У меня вот тут вот уже нарезаны кусочки, остаточки. Я как раз их и использую. И она, кстати, вот такая светлая, она очень хорошо тонируется. Так, вроде все нарезаны больше нет. Так, тейп-ленту разрезаем пополам. На две части. Так. Конечно, подтягиваем. Берем нашу петелечку на литончике. И кончик просто обматываем. Так, делаем, чтобы она у нас была такая, немножко толстенькая. И, кстати, кончик, вот этот кончик тейп-ленты. Сначала мы накручиваем. Примерно, чтобы у нас где-то получилось, ну, раза в полтора достаточно. И немножко вот сейчас делаем чуть-чуть подлиннее. Все, я ее обрубаю. Нам теперь нужно вот так вот скрутить, чтобы у нас получился кончик немножко как бы заостренный. Вот даже скручиваем, она получается у нас интересной такой формы. Тут вот с загибчиком. Само то для почечки. Вот все, почечка у нас готова. Начинается работать тейп-леты. С нее можно столько много всяких вот интересностей сделать. Вот и то же самое делаем на следующей. У нас как бы почечка получается не совсем круглая из-за того, что плоская. Но и не совсем плоская, потому что мы накручиваем побольше. Не забываем подтягивать, чтобы у нас склеивалась почка. Так, вот немножко я накрутила. И чуть-чуть вверх поднимаем, чтобы костик был поострее. И обрываем. И закручиваем в какую-то одну из сторон. Все, у нас получилась еще одна почка. Вот даже вот тут у меня хвостик получился торчит. Сейчас немножко его чуть-чуть подрежу, чтобы не так сильно торчал. Но пока его остренький даже немножко торчит. Ладно. Так. И делаем следующий. Как видите, я тейп-ленту не режу. Потому что когда обрываешь, она лучше всего приклеится. Приклеится. И опять шмотаем. На самом гончике, на петелечке буквально у нас у меня получается почечка чуть-чуть длиннее, чем половина тейп-ленты. Чуть-чуть больше разминаем. Эти почечки, как раз, которые делаем, они получаются очень такие маленькие. Но они придают как раз вот именно ту жесть. Так. Вот сверху я подняла, два раза обернула. Все. И обрываем. Так, сейчас я закручиваю в одну сторону, в ту же сторону, в которую я обматывала. Чтобы она у меня потом не размоталась. Все. Следующая почка у меня тоже готова. Видите, я держу тейп-ленту в мешочке. Поэтому она у меня очень такая липкая. Вот даже на руках остается. Так. Почки мы сделали. Теперь нужно нам их немножечко подтонировать. Так. Сегодня мы как-то, я тут думаю, очень быстро управимся. Потому что, по сути, нам осталась только сборка. Все. Так. Как раз в тему попала к вам на вебинар. Собираю шить пасхального ангела с вербой в руках. Вчера в магазин искала тетли веточки. Видите, Татьяна, как хорошо. И тут, говорю, что с минимумом материалов можно обойтись. Даже померанг. Кто? Девочки, только пытаетесь пробовать. Но нету. Можно без него обойтись. А мне захотелось попробовать использовать шарики для декора ногтей. Еще бы найти матовые. Можно вместо фольги, да, использовать. А, или вот эти вот почечки делать. Я не совсем поняла про что. Так. Лидия, есть ли коричневая тейп-лента? Ну, вот если темная коричневая, мне почему-то они не нравятся. Они темно должны быть светло-коричневыми. Можно, конечно, подтонировать немножко зелененьким. Именно не то будет. Татьяна, глянствуйте. Всех приятно очень видеть. Все, почечки у нас готовы. Нам осталось только сделать все это на веточку. Все. Весь мастер-класс. Так. Ну, мы сейчас еще сделаем на кончике веточки наши почечку. Можно, конечно, сделать тоже на кончике не в такую почечку, а сделать шишечку. Просто поменьше немножко. Ну, вот как-то добавок дополнительный я не сделала, поэтому придется сейчас опылиться. И в добавок мы сейчас сделаем почечку, и дальше у нас будет выложение. Все, уже тейп-лента та же самая. Нам не высыпало, не высыпало. Потому что слой довольно-таки такой плотненький. Поэтому немножко нужно подождать. Так. А пока мы подтонируем вот эти почечки. Возьмем. Так. Ну, тут как хотите. Можете взять салфетку. Можно. Вот я обычно тонирую вообще пальцами. Немножечко берем зелененький. Который я говорила, номера... Ну, любой, в принципе. Можно зелененький, светлый зелененький. Вести счета 9. И красный у меня 208. И немножечко так слегка, чуть-чуть, сильно не нужно. Немножечко наносим зелененького. Именно, чтобы были переходы. Когда вот именно тонируешь, хотя бы немножко и по чуть-чуть, получается более такое живое. И теперь берем немножечко красненького. И точно так же, чуть-чуть. Нам нужно, чтобы у нас почечки были одного же цвета, как ствол. Ствол мы точно так же будем тонировать. Зелено-красноватый, такое коричневатый оттенок. Все. Почечки мы затонируем. Вербочек, желтые пыльца есть. Но это у тех, которые уже такие вот воспустившиеся совсем. Да, можно сделать. Но там надо как-то придумать. Если взять. Необычно. Ну, там видите, как получается. Там прямо на длинных таких шестинках они. Поэтому вот у нас все-таки... Не такло пушистым. Так. Мы, получается, мы делаем молодую вербу без желтых наполений. Можно, конечно, добавить просто сверху еще добавить желтенькую немножко. Желтый флор пудры. Мне кажется, это никто с вами не путает. Так, сейчас я сделаю пучку. На конце. Юля, я сегодня одна или нет? Да, одна, Леночка. А, ну, значит, можно будет здесь еще раньше закончить. Как скажете. Хорошо. Ну, что тут еще делать? Осталось-то всего. А поговорить? А поговорить? А какие-то, может быть, идеи интересные? Я знаю, Леночка, у вас их очень много. Ну, они все есть в платных мастер-классах. Хорошо, договорились. Значит, поговорим о них. Да, все секреты там. Еще очень много. Так, делаем то же самое. Такую же почечку. Точно так же обрубаем. Закручиваем. Порошенечко закручиваем. Не, знаете, даже такой эффект получается, когда закручиваешь. Она такая вот. Форма не просто ровненькая, а вот краешки у нее такие ровненькие получаются. Так, и точно так же я ее тонирую. Чуть-чуть зелененького и чуть-чуть красненького. Так, зачем я обрала-то обрала? А, да, я же все делала. Так. Ну, что, я думаю, засохли они, не засохли. Так. Тепировать мы не будем, потому что нам нужно, чтобы у нас прям вот этот вот ствол был впритык-притык к веточке в сомне. Можно, конечно, сделать, если они не сильно распутившися, можно сделать чешуйки из... Сейчас, вы знаете, как раз у нас время есть. Как раз про коричневую. Чешуйки можно сделать из той же тейп-ленты. Опять же. Так. Ну, что мы делаем? Да, ладно, не у всех есть коричневая, поэтому мы сейчас делаем из просто зеленой. Таким образом. Берем трип-ленту. Вот она у нас, упал, она зарезана. Ладно, что делиться секретным, это делиться. Так. Закругляем. Фрайшук. Ну, мы делаем такую вот. Такую тему. Вернее, не секретами делиться, а экспериментировать. Я прям вот теперь экспериментировать. Не делаю еще так. Так, ну, нам нужен более коричневый цвет, поэтому больше зелененького и прям много красненького. С обеих сторон. Прям смачненько, как красненький. У нас будет смешиваться и получится коричневый цвет. Красненький и зелененький. И сделаем как раз эти чешуйки. Так. Загибаем. По-полам. Получается, на том месте, где у нас должна быть чешуйка заканчиваться. И прокручиваем. То есть, делаем ствол у этой чешуйки. Не знаю, что получится. Еще посмотрю. Так. И вот получается, я пальчиками немножко углубление такой чешуйки делаю. Что и пленка на грунте податливая форма приобретает хорошо. О, кстати, классная чешуйка получилась. У меня даже смеется. И потом ее прикручивать нужно вместе вот с этим. Так, немножечко. Единственное, цвет классный для получился. Но она должна быть, эта чешуйка чуть-чуть поострее. Слишком закругленная получилась. Чуть поострее. Подрежем. Сразу подрезаете, как нам. Она уже закручена. Немножко немножечко удобно. Вот. Какой такой цвет получился. Цвет такой коричневенький, интересный. Вот. И можно будет прикручивать. Прямо на веточку уже вот вместе чешуйкой с этой. Я не помню, она одна или две, она вот этой кушунки. Вот. Девочки, насчет чешуйки понятно, как можно сделать. Опять же, без фоамирана. Так, сейчас я почитаю. Елена посмотрела ваше предложение, аж дыхание перекрутила. Хочется все. Я провожу МК по Девку Пазелу. В нашем городе много чего другим занимаюсь. Лишь в фоамираном я занимаюсь и когда. Реально ли справиться на веточку с той красотой, что предлагается в качестве МК. Марина, сразу говорю, да. Все мои МК в видеоформате. Все объясняется. Вот как видите, я вам сейчас тут разжевываю. Все полностью показываю, рассказываю. Все понятно. Ну вот, судя по работам девочек, тем более многие, очень многие вообще новички еще даже вот только-только пробуют делать. И отлично получается. Некоторые, кстати, даже из моих учениц уже ведут свои мастер-классы по фоамирану вживую. Вот. Так. Напишите мне, а насчет чешульки все понятно? Ну что, я ее не буду делать. Не лень. Не хочу. Так-то делать ее быстро. Повторюсь, что нужно просто покрасить. Вот тут перекрутить. Все, чешуйка готова. И потом ее примотать просто вот с этим же хвостиком веточки. Все. Так. Ну я вижу, у меня тут ничего не отваливается. Значит, все-таки у меня подсохло. Так. Теперь нам нужно загнуть наши веточки под вот таким углом. Это у нас получается где-то 50 градусов. Если я правильно говорю. Не знаю точно. Немножко получилось, уже все там забыла. Вот мы все. Хорошо. Примерно, конечно, угол не должен быть прям вот там одинаковый, одинаковый. Вот так вот на глазах. Вот видите, я беру этими руками. Сушечку. Немножко, конечно, бы подождать было, чтобы они еще подсохли. Так что вы можете не доделать. Подождите, пока подсохнет. Толстый слой я делаю. Вот видите, я так держу. Вот сюда пальчик ставлю основание. И просто тык, загибаю. Все. Так по-второму ничего не отваливается. Немножко бы подсохло. А, вот видите, вот тут у меня не высохло. Где-то густовато было. Ну, ничего страшного. В следующий раз буду делать. И все делаю отлично. Так. Ну все, поехали собирать. Так, что-то мне никто ничего не пишет. Надо понять. Как из фомы сделать чешуйку. Надо же все-таки, чтобы она тоненькая была. Так. Потом помять, наверное, ее просто. Форму сделать. Хорошо истончить, перекрутить. И потом так же приделать ее сюда. Так. Вот я прикрутила немножко. Беру, которая у меня как бы на вид поменьше. Правда, не очень, но вид, конечно, у меня поменьше. И перекручиваю тут же тейп-лентой. Прям-прям вот возле самого-самого основания. Причем за счет того, что у нас немножечко отогнута, у нас получается вот тут вот такой отгибчик. И он, именно этот отгибчик, как раз есть на каждой вербочке. То, что нужно. Так. Теперь прикручиваем следующую. Еще одну берем. Но прикручиваем уже на другом уровне. Не напротив, а чуть-чуть. Наискосок как бы. Прям, чтобы тейп-лента была впритык с этой шишечкой. Получается хорошо. Так, следующую у меня пойдет почечка. Я сделаю, потому что почки как раз тут расположены. Вот как они хотят. Разные попадаются по-разному. Примерно где-то они на одном расстоянии. Чуть побольше, чуть поменьше. Что почки, что вот эти шишечки. Так же точно я отгибаю. Видите, у меня под небольшим углом. Точно так же я ее делаю вам. Кстати, вот такие почечки можно и на других деревьях делать. Вот таким же способом. Очень похожи. Такие вот небольшие. Следующие. Вразнобой мы их делаем. Как вот, когда хочется. Мне результат нравится. Ну, вон, вон, вон. Так, вот сейчас вот мы тут где-нибудь сделаем такую вот, как это, начинающуюся почечку. Берем нашу тейп-ленту. Переворачиваем. Раз, два, три. Прямо вокруг свои все перевернули. И закручиваем. Закрутили. Можно на этом месте еще раз повторить. Если хотите побольше, чтобы она была. Раз, два, три. И положили. Вот они получаются. Вот когда ложишь вот эти скручения рядом с друг другом. И опуская нашу тейп-ленту ниже вот этой вот почки. Так, сейчас я как-нибудь покажу, чтобы было. Так, сейчас посмотрю. Видно, фокусируется. Нет? Вот видите, вот тут вот такая вот толстенькая получилась зародыш почки. Чем больше делать вот этих вот перекруток и друг на друга налаживать, тем больше этот вот выступ будет. Так. Мне вот результат нравится. Она такая изящненькая получается. Верночка. Нет, лучше. Чуть-чуть прокрутим. И теперь вот еще добавим, чтобы у нас вот эту почку сильно не закрывала. Вот эта неровность. Чуть-чуть она где-то поступала. Вот, блин. Не доклеилась у меня. Не доподсохла. Прямо я аж ногтем залила. Все равно будет красиво. Так, как нужно. Так. Все руки в краске уже. Так. Теперь можно еще одну почечку сделать. Так, что языки помним. Почки, как хотите, размещайте. Можно больше, можно меньше. Можно одна за другой сделать. Вот по-разному. Во-первых, веточки все множе, не должны быть одинаковыми. Так. Делаем следующую вебочку. Наш этот пушок. Ну, видите, даже вот с таким количеством вербочек у меня, смотрите, уже получилась какой-то длины веточка. Это вот за счет почечек и всяких неровностей. Как говорится, можно химичить и наделать вот за счет этих небольших добавочек. Можно поменьше шишечек делать и по длине веточку. Тем более, если будет целый кустик, будет вот такие вот. Кстати, даже лучше смотреться, чтобы они прям не густо-густо были. Сейчас мы еще под тонером ствол. Мы его таким не оставим. Так. Вот у меня еще одна почка осталась. Ну, сейчас в конце сделаем. Главное, чтобы она у нас тут будет. Главное, чтобы они не было на одном уровне, с другими почками, иначе будет некрасиво смотреться. Надо, чтобы было асимметрично. Потому что эти... Верба, она не ровненькая такая. Так. Вот тут еще сейчас мы как раз тоже сделаем вот эту вот покорючку на стволе. Сейчас я даже сделаю три раза одно на другое. У меня она была такая потолще. Раз, два, три. Вот. У меня такая хорошая почечка получилась. Такой зародыш почки. Проматываю дальше. Ну, насколько он этой пленты тут уже хватит. Мне, в принципе, будет вполне достаточно для того, чтобы такую веточку добавить в какое-то форшение. Так. Обрезаю фритончик лишний. Берем. Так. Ну, тут, конечно, наверное, лучше использовать либо губку, которая у меня под рукой нету. Кусочка чистого есть какие-то используемые. Либо салфетку сухую. Так. Сейчас я посмотрю. так, салфеток тоже нету сегодня. Ну, сейчас попишите поищу. Ладно, не нашла. Буду тонировать опять пальцем. Просто тут между веточками не всегда удобно. Ничего страшного. Так, опять же. Берем зеленым. Не нужно полностью тонировать весь, всю веточку. Вот именно, что мы в некоторых местах добавляем какие-то зелененького. Особенно в районе почечек вот этих вот толстеньких, которые добавочены не почечек, а вот зародышек почек. Так. И точно так же мы добавляем красненького. Мы делаем такой красновато-коричневый оттенок. Сейчас в ногтях я не точно не ковыряю свои шишечки. Ничего страшного. Можно вот даже где-то посильнее примазать. Отника они все равно, конечно, не передают цвета, но я завтра эту веточку обязательно сфотографирую и выставлю. Кстати, выставлю как раз в группе красоты рукодельной. Там все девочки выставляются. Вон, всякие-всякие работы красивущие можно посмотреть. вот. Все, я в принципе затонировала. Причем, я повторюсь, что я затонировала неоднородно, вот прямо такими полосочками по-всякому-по-всякому. Так. И теперь нам нужно, чтобы она, ну вот, чуть-чуть она кривовата, но мне не очень нравится. Чуть-чуть нужно еще вот так подзагнуть. Причем, лучше загибать, вот у нас вот эти вот почечки идут, где? Вот в этих местах. Лучше всего это делать, загибать, будет более так живенько. Так. Немножко эти развернуть, так это я, блин, дай мне высоко. Ну, еще, девочки, верба готова. Видите, очень быстро, с учетом того, что я еще тут разговариваю, если делать, получится вообще вот. Ну, мне эффект вообще нравится. Она как раз тоненькая, такая вот, с всякими почечками, этими нервонностями. Прям вот. Если у вас, ну, где-то что-то подклеилось, ну, если, конечно, нет альтернат секундный клей, то тогда можно немножко подклеить клеем. Вот у меня все держится. Я имею в виду почечки эти всякие. Вот у нас получилась вот такая вот, чтобы, конечно, подождать, когда она покупает тем. Чушечки хорошо подсохнут. Не нравится. У нас получилась так. Значит, кстати, можно ее вот возьму любую, даже розочку, какая попалась. Вот если, видите, делать, добавить, даже вот украшения с розочкой, уже было неплохо смотреться. Ну, одной веточки, я думаю, мало. Все равно еще добавить. Ну, или какие-то другие цветы, я уж так. Чисто вот вместо декора можно добавлять вот такие. Тем более считается, что верба, это же как бы не просто весна, это мир, благополучие, вот все такое вот. Все такое приятное. Вот. Так. Сейчас я почитаю. Девочки, задавайте вопросы, пока я еще тут, я отвечу. Так. Так. Как можно сделать толщий стебель, чтобы вверху было тоньше, а внизу толще. Вот у меня кончик все равно тоньше получается, из-за того, что тут нету добавочной проволочки, и мы почку делали прямо на ветке. А вниз можно добавлять побольше, тейп-ленты немножко накручивать, где-то почечки добавить. Вот такое вот. Так. 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 Не зря говорят, что все геннально и просто. Спасибо большое. Ну, я говорю, что я еще вербу не делала. Это у меня было в голове, как это все сделать. Просто рассмотрела саму вербочку, веточку в интернете и все. Так. Да, готовимся к вербе на воскресенье. Как говорят, быстро и с вкусом. Да, спасибо. Вот. Ну, вот так у меня работает. Так же я и делаю другие работы, как говорится, чисто больше на интуицию. Как у меня мама говорит, у тебя, говорит, в голове несколько человек сидит, говорит, интуиция, муза, еще там кто-нибудь, кто все подсказывает. Так, девочки, сейчас я посмотрю, кто у меня сегодня победитель, но оглашу после того, как расскажу о своих платных предложениях. Уж будьте добры, послушайте. Так, извиняюсь за кашель, что-то сегодня ходила в магазин, у нас ветер такой холодный. Что-то немножко горлышко попаливает. Так. Да, в группе Формиран Круп я выставлю на французе крифирую и покажу. Потому что темно, вот эту тонировочку, вот эту вот, на камеру не видно, что она немножко, вот она вот, прям с переливами, с переходами, с такими. Так. Не знаю, мне больше понравилось именно вот, чтобы она не коричневой была ветка, тем более не темно-коричневая, потому что, вот именно мы делали молодую, чтобы шишечки молоденькие такие были, у них и ветки не темно-коричневые, либо светло-коричневые, либо прям зелененькие такие с красненькими, с коричневыми таким оттенками. Так. Так, 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 сейчас я посмотрю, кто у нас сегодня. получит от меня артир-класс. Просто у меня тут два претендента, сейчас я выбираю. Так. Так. Ага, Екатерина, если такая проблема с силиконом, значит, просто не тот силикон. Все. Это точно. Значит, просто не тот силикон. Символ верного воскресения в Израиле ветка пальмы. Сделать к вербочке веточку пальмы будет праздничный букет. Ну, там можно. Так. И так, и так, и так. Сейчас я запишу. Так, где у меня ручка? Ручка, ручка. Так что не разбегаемся. Мы сегодня и так... Обычно мои мастер-классы проходят как-то вот... Я даже в три часа не всегда укладываю. А тут что-то как-то сегодня расстрастие все. Сейчас я возьму какую-нибудь бумажку. Ладно, первая покажется, что у меня вон в рисунок делал. Кстати, я сейчас экспериментирую с окрашиванием. с рисунками по ткани. Очень понравилось. Это я, дочень, такой рисунок делала на шортах. Так. Так, так. Что-то потеряла, кого-то хотела сделать. Вообще нету памяти абсолютно на имена. Я, наверное, по мере вообще нету памяти. Надо сразу же тут же выписывать, иначе... Я забываю. Надо так поставить, чтобы мне кому-то было видно. Так. Сейчас я проверю. Действительно ли... Просто у меня получается много же вебинаров было. И кое-кто... Вернее, многие уже... Все правильно. Так. Многие уже выигрывали мои мастер-классы. Не хочу, чтобы было повторение, чтобы были, конечно, новые люди, чтобы не все котом ослениться. Итак. Сейчас расскажу о своих предложениях, что-то мне как-то вообще выключено. Попадать. Так. Заходим на страничку с моими предложениями, но я буду показывать. Можете просто смотреть. Итак, вот я показывала вам рябину в смешанной технике. Довольно-таки просто... Причем получается то, что силикон очень классно практично, самое главное, практично очень лепить. Так как силикон очень трудно поддается тонировке. Я тут нашла способ, как это сделать. Видите, вот эти черненькие рисуночки, вот этот, он нанесен определенным способом. Ну и, конечно, тут тонировка листьев двумя способами. Вот видите, этот зеленый, увеличивается, нет, ничего не увеличивается. Тонировка листиков получается у меня зеленых. Они такие более молоденькие, и, а желтый это более осенний такой вариант. Причем, самое интересное, у меня нету молда рябины. Я использовала другой молд, который, скорее всего, есть практически у всех. Ну и в мастер-классе, как обычно, я рассказываю, как можно использовать, делать вообще без молда. Ну, конечно, со скидкой. Так, хризантема. Тут полностью все это сделано из зефирного фоамирана. Причем, я, по сути, лентяйка такая, я не люблю долго что-то и муторно делать. Поэтому, я придумала такой, довольно-таки, простой способ, как сделать вот такую пушистую хризантему. Тут тонировочка, серединка, все полностью. Я не вырезала лепесточки, отдельно каждый. Вот, тут все попроще. И формировала без помощи утюга. Все абсолютно держится, ничего не спадывает. В самом мастер-классе сможете в этом убедиться. Я там прямо, я не знаю, их мяло, по-всякому, по-всякому. Ну и, конечно, тут как листики сделать без использования молда. Молда у меня тоже хризантемы нету. Я без этого делаю. Чешелистик тут двойной. Вот видите, тут вот он, там вот видно. Вот такой сделать он с углублением, совсем все в общем как положено. Интерьерный этот цветок, тут утолщение ствола, все-все-все, это есть. Тонировочка. Тут видите, как интересный цвет получился, хотя этот однотонный фоамиран, он немного подтонирован, и вот видите, он приобрел какой цвет, такой интересный. Все это есть в мастер-классе. Видите, вот на этой картинке вот видно, тут светлее, тут темнее, все это есть. Далее, смородина смешанная техника, тут полностью, как сделать ягодки красные, беленькие, и также подсказка, как сделать черные. Причем, вот на картинке все равно не очень хорошо видно зернышки внутри. Получается абсолютно реалистичная смородина. Листики, все полностью есть. Причем, как обычно, все из подручных материалов. Так, мастер-класс, извиняюсь, заговорюсь уже. Мастер-класс по мини-розам и зефирного формира, получается, не какие-то перетирания. Два вида розочек, получаются вот такие угольчатые. Как делать малепусенькие совсем вот эти бутончики, они, так сейчас скажу, вот тут написано, бутончики всего 7 миллиметров. Длиной это вместе вот с чешелистиком. Как чешелистики эти малюсенькие сделать? Как листочки малюсенькие, лепесточки? Как придать форму? Как это все сделать? Очень удобно способом истончения, все-все-все есть. Окраска, тонировка, все есть. Так, как сделать сакуру из-за эффектного фоамирана. Обалденная сакура получается. Ну, что такое сакура? Это, по сути, цветущее растение. Это может быть как вишня, может быть как яблоня. Вот тут просто отличается. Единственное, можно немножечко посветлее делать тонировку, можно потемнее. Никаких, никакого молда для лепестков не применяется. Тут прожилочки показываются, как сделать, но они остаются прожилки темные, а сам листик получается более светлым. Как сделать, причем это не тычинки у меня внутри, а другая. Бутончики, как все это сделать прямо на веночек. Так, что дальше? Венок из-за дуванчиков. Как сделать вот такие очень реалистичные дуванчики? Я уже рассказывала на одном из вебинаров, что я хотела, его фотографировала, мне все говорят, зачем фотографируешь венок из-за дуванчиков? А кто знает, чем я занимаюсь, говорят, потом по этому венку будешь делать из-за своего материала? Ага, конечно. Видите, какой абсолютно реалистичный дуванчики получаются. Так, далее, венок с розами Малибу, тут очень такая сложненькая тонировочка, сборка самих розочек, видите, интересно, потому что тут идут лепестки неоднородно, как обычно вот собираются. Тонировка тут снизу еще другая, ну и как, конечно, все это собрать в сан веночек сделать. Крепление еще такое. Далее, лилии с двумя видами бутонов из эфирного фоамирана. Вот видите, на картинке один вид и второй вид. Вот они абсолютно разные. есть в этом мастер-классе как сделать молд для такой лилии, особенно у тех, у кого нету молдов лилии. Но если честно, мне вот этот молд даже больше понравился, чем покупной. Получается, вот лилия прям, знаете, такая вкусная, аппетитненькая такая. Ну, также там показано, как сделать не только из зефирки вот саму лилию, а можно также сделать из другого фоамирана. Тычинки тут тоже показано вообще простейшим способом. Повторюсь, что я лентяйка, мне неохота постоянно делать, особенно вообще терпеть не могу делать эти тычинки для лилии. А тут показан самый простой вариант. Причем отлично. Так, дальше. Роза Махана. Обалденная роза получается именно, во-первых, минимум лепестков. Интересная такая сборка истончения и получается обалденные розы. Можно делать на этой основе не только вот такой вот. Она, видите, роза получается как бы такая вот плоская. Но из нее можно делать и интерьерную розу тоже. Далее. Вот такая полноразмерная бакаловидная роза. Это я проведила вебинар свой собственный. И мы вот делали вот такую розу. Она очень большая. Тут интересная тонировка, сборка. И причем все это сделано без применения вот сами лепесточки я делала, без молдов. Но получилось у нас рифление есть и не нужно ничего перетирать. Мы стончали, одновременно передавали структуру одним движением. Вот эти вот розы у нас красивые получились. так ирисы из зефирного померана именно получились тут интересно именно нанесение прожилок опять же чтобы они были темные а фон был более светлый. Придание структуры, фактуры все это листики тут еще не только как сами ирисы сделать бутончики к ним сделать более закрытые более раскрытые и так же все показано как из этих ирисов делать колье полностью все крепления все 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 показано ирисы как видите получаются очень такие воздушные так же опять на этой основе можно сделать ирисы и интерьерно вот дальше самая любимая наверное это костики малины в смешанной технике это получается фоамиран причем фоамиран зефирный иранский и силикон как видите тут получается ягодки не только вот красненькие а и полусозревшие силикон очень трудно тонируется опять же тут у меня свой способ тонировки для того чтобы все оставалось можно было вот прям даже мыть водой как цветочки сделать без применения тычинок но тычинки тут имеются все полностью так дальше а дальше у нас получается я показала вам какие есть 12 мастер-классов со скидкой 30% я примерно считала но можно купить еще дешевле со скидкой 50% вот видите полная стоимость 8000 этих 12 мастер-классов я ровно поделила пополам делала 50% скидку плюс еще можно получить при покупке этого комплекта всем полюбившись мастер-класс по шкатулке с блинами не с вами надо так даже знаете как мы сейчас с вами посчитаем среднюю цену этого мастер-класса интересно получается так 4 225 но если добавить вот что 600 рублей стоит вот такой вот мастер-класс ну ладно даже не будем добавлять разделить на 12 получается в среднем 1 мастер-класс 350 рублей и так ладно сейчас посчитаем вместе с этим 4 225 плюс 600 рублей и разделить на делим на 13 мастер-классов потому что уже 13 получается вместе с этим 24 а вот я да из меня математик 4 225 делим на 13 вот как правильно я буду сделать получается 325 рублей один мастер-класс причем мастер-классы полноразмерные большие не маленькие нету там по полчаса или чего там получается не меньше часа каждый все видео в формате повторю что это помогает освоить особенно новичкам все показано и разжевано полностью полностью вот так все я возвращаюсь к вам сейчас я почитаю чат и оглашу победителя так так в МК даете рекомендации по использованному камерану по да по изготовленной композиции да я обязательно говорю это можно туда использовать это можно туда использовать вот это можно сделать да 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 я обычно все это говорю по вашим словам получается все так просто начнав творить оказывается не очень то и легко Светлана немножечко практики немножко практики знаете как самое главное в первую очередь это желание если есть желание ой так кстати вот в мастер-классе по лилиям там показано как сделать молк для лилии и еще как можно на этой же основе сделать молк для тюльпанов так спасибо всем за комплименты прям очень приятно я после вебинара захожу еще сюда в течение суток пока вот идет читаю и прям сижу такая довольна и довольна всем хастаюсь так елена предложение очень заманчивое все хочется научиться делать с такими работами лентяйкой себя называть нельзя нет я лентяйка в плане того что я не люблю делать много лишнего чего-то много одно и то же одно и то же не люблю вообще так кстати девочка вот видите баннер еще написано как зарабатывать на мастер-классах по 120 тысяч рублей там кстати выступать тоже буду я буду показывать рассказывать вообще очень-очень подробненько все как вот именно как я снимаю мастер-классы с чего я начала как можно с самого начала использовать очень ну вот практически то что у вас есть вообще какие программы для монтажа я все это покажу как монтировать как вставлять как обрезать в общем как делать мастер-классы полностью как делаю это я также я подскажу где я продаю как я продаю где это можно как и делать все полностью так что приходите обязательно сразу говорю заработать на этом можно хорошо живой же он не могу прям хочу шиповник обеточку кстати можно и сюда вербочку сделать тоже интересно будет тоже можно шиповник такой маленький тут тонировка тоже интересно он ярче чем на на камере показывается на камере какой-то бледненький такой вот так он конечно поярче так вот Наталья видите пишет Ленка очень простые я как новичок начала с ней и не пожалела ну видите как Наталья хорошо ну ваши работы сейчас ого какие вы же постоянно у меня в ленте мелькаете в одноклассниках я смотрю обязательно смотрю и и хвастаюсь порой так Елена Гелената людей все очень доступно я заферку начала пробовать благодаря роде ПМК Елене спасибо за чудесную вербу творческого вдохновения и новых идей спасибо любви Елена есть предложение только из фомерана да есть там есть я скажу в руки так ну силикон девочки тоже осваивайте классный материал обалденный материал вот хризантема она без силикона наши что тут мини розы из силикона ой из фомерана сакура из фомерана одуванчики из фомерана венок с розами молибуй из фомерана лилия из фомерана по сути получается с силиконом то немножко совсем практически все из фомерана не из фомерана только малина и рябина ягодки вот во все остальное из фомерана полностью зефирка звучит очень вкусно у меня кот зефир белый не в шоколаде так силикон прикольная штука но запах это что-то лилия ну вы же знаете что он выдыхается потом ничего уже не пахнется все немножко можно потерпеть ну я если честно я люблю запах уксуса вообще очень люблю поэтому мне даже в кайф если может что-то делать я уже даже не замечаю ну вот все девочки дотянула я почти до двух часов все-таки итак я оглашаю сегодняшнего победителя на кого как говорится перст сегодня указал да Елена вы начали с лебедей да там объем то ой-ой-ой Елена ну уже кстати меня девочки тоже отправляли тоже лебедей уже делали обалденно тоже получается очень красиво так ну что оглашаю на кого сегодня перст судьбы выпал как обычно говорю тадам пауза итак сегодняшний победитель кого я выбрала Елена богатырь смотрите она клякала у меня почек такой каляка-маляка но думаю видно что я написала что действительно я это написала а не забываю так сейчас я зайду на крючку Елены так победитель всегда только один так что так Елена я вас у меня даже в друзьях нету я вам отправляю приглашение и вы мне пожалуйста напишите в личку мы с вами определимся куда ой вернее ну и туда тоже что и как вы хотите выбрать мастер-классов очень много где-то наверное давно не считала но за 160 штук точно есть может уже за 170 не знаю ну что девочки я со всеми прощаюсь всех поздравляю я не знаю увидимся мы до верного воскресенья нет не помню когда у меня следующий вебинар сразу поздравляю с верным воскресеньем жду ваши вот эти вербочки мне нравится очень жду ваши вербочки в группе фамиран клуб ну и всем пока пока до новых встреч в эфире девчонки давайте подбурные аплодисменты скажем огромное спасибо нашей Леночки умничка так все было интересно доступно и как всегда материалы Леночки были очень просты и можно создать такое сокровище и вам так сейчас я одну секундочку чтобы меня тоже могли увидеть так вижу бурных аплодисментов целую кучу классно да так что девчонки я вас поздравляю кто делал сегодня вербочку вы уже запаслись уже чуть-чуть к Пасхе подготовились и по традиции хочу с вами перейти по нашим сегодня у нас два баннера я обращаю ваше внимание на это и хочу вас провести по этим чудным баннером да вот леночки еще все идут восклицательные знаки огромное спасибо девчонки что вы так бурно реагируете это хорошо это очень приятно я могу сказать что тоже выступаю и когда люди в чате откликаются это очень 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 приятно и хочется творить дальше хочется двигаться вперед и частичку того что придумал сейчас я нажимаю на баннер предложения Елены Мирсановой вы можете нажать на баннер вместе со мной и посмотреть ее предложение сейчас я на секундочку вернусь посмотреть все ли там да я думаю что все видно будет я не буду останавливаться на превосходных техниках которые здесь Елена я еще раз просто их пролистаю для того чтобы вы увидели вы можете сделать выбор любой но конечно самый вкусный самый такой обалденный который я сейчас и нажму это заказ значит комплекта если мы умеем считать деньги то конечно мы сможем сэкономить и приобрести 12 мастер-классов плюс подарочек шкатулка с блинами с фоамирана за 4 225 рублей нажимаем кнопочку заказать и нас переводит вот в такое оформление заказа где вы должны указать свое имя свой электронный адрес только на него мы вам пишем ни на какие другие социальные странички мы вам не пишем только на этот адрес который вы указали также номер телефона это если вдруг вы указали как-то случайно неправильно адрес и мы не можем вам выслать информацию поэтому мы связываемся тогда по телефону но это в крайнем случае нажимаем кнопочку заказать нас переводит на страничку оплаты где уже сформировался ваш счет у каждого свой будет номер счета и он уже отправлен вам на электронный адрес вы можете оплатить прямо сейчас выбрав один из удобных вам способов оплаты первый способ это JustClick второй это Сбербанк Paypal Kiwi кошелек денежные переводы WebMoney и Яндекс деньги любой из удобных способов вы можете нажать можем выбрать например первый нажать кнопочку оплатить и в сервисе JustClick мы еще увидим разные виды оплат то есть если вы хотите вы житель России и хотите оплатить карты виза или мастер класс значит нажимайте сюда если вы из другой страны международные карты находятся здесь виза мастер карт и маэстро нажимаете и вы сможете всего за 4 2225 рублей приобрести 12 и плюс подарок 13 мастер классов от Леночки мерсан я так так да Леночка ждет вербочки а я с вами нажимаю на второй баннер и хочу вам рассказать о сегодняшнем предложении которое уже стартует завтра значит это предложение от Лилии Зиновьевой автор этого курса это главный руководитель нашей красоты рукодельной поэтому я думаю что она может научить действительно и я уже в этом убедилась проходила уже не один курс от Лилечки и поэтому всем очень-очень рекомендую значит здесь не только словами но и вы можете видео прослушать да которое было опубликовано на первом канале где брали интервью у Лилии Зиновьевой как же заработать на мастер классах если вы уже создаете свои работы но вы хотите двигаться дальше вы хотите создавать мастер классы то для этого и создана такая школа она будет проходить в закрытой группе и в этой школе будут преподаватели это Лилия Зиновьева Ирина Зубарева я Юлия Левинца и Елена Мерсанова значит какие же будут темы освещены в этой школе как можно простой рукодельнице зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц я хочу сказать что это реальные цифры которые подтверждает нам Лилия Зиновьева нет никаких подвохов главное нужно работать девочки просто купив курс и не заглянув в него купил вход в школу и не заглянув туда ни один раз деньги не упадут с неба сразу расстрою все равно нужно работать и каждый шаг нужно делать только тогда вы увидите результат что видеокурс вы можете сейчас приобрести со скидкой его обычная цена потом будет продаваться записи 13 тысяч и сегодня есть цена супер 6 тысяч 500 рублей завтра уже стартует эта школа что же будет входить в эту школу будет довольно таки большое количество уроков которые будут онлайн где вы сможете задавать как на вебинаре вопросы где сможет где вы сможете получить ответы и темы будут освещены такие как введение обзор структуры заработка на мастер-классах все начинается с идеи откуда брать идеи из защиты авторских прав преподаватель Лилия Зиновьева создание мастер-класса в видеоформате преподаватель Елена Мерсанова создание мастер-класса в фотоформате PDF это Юлия Левинца я то есть упаковка мастер-классов описание создания продающих страниц это преподаватель Лилия Зиновьева как оценить мастер-класс как и для чего применять скидки тоже преподаватель Лилия Зиновьева прием оплат платежной системы обзор и рекомендации от Лилии Зиновьевой налогообложения обзор и рекомендации так же от Лилии Зиновьевой создание подписной базы для продаж Продажа мастер-классов. Создание подписной базы для продажи своих мастер-классов. Как же можно с помощью подписной базы продавать свои мастер-классы на Автопилоте? Настроив один раз, вы можете получать деньги каждый день. И это все нам подскажет Ирина Зубарева. Дальше. Продажа мастер-классов. Выгодные и длительные сотрудничества с организаторами. Но это не понаслышке знает наш главный организатор Лилия Зиновьева. Поэтому вы можете также ознакомиться с преподавателями. И, конечно, что вы можете сделать, это нажав кнопочку купить, оплатить и завтра уже начинать зарабатывать. Завтра будет первое занятие, которое состоится в закрытой группе. Для того, чтобы приобрести вход в эту группу и получить эту огромнейшую массу собранной информации, которая разбита по полочкам. И если вы уже когда-либо задумывались о том, что вам хочется продавать уже мастер-классы, вам хочется двигаться дальше вперед, то это именно для вас. Здесь вы вводите свое имя, электронный адрес и номер телефона. Как я уже говорила, нажимаете кнопочку «Заказать» и для вас формировался счет. Выбираете способ оплаты, нажимаете «Оплатить» и вы выбираете способ Visa MasterCard или WebMoney, любой ваш удобный. И, пожалуйста, завтра мы будем вас уже ждать в закрытой школе, где вы всему этому сможете научиться. Если какие-то у вас вопросы по тому, что я сегодня вам уже рассказала по переходу, напоминаю предложение Елены Мирстановой. Где есть 12 мастер-классов плюс подарок, 13 мастер-класс и за 4 тысячи с копеечками. Вот. Смотрю, вопросов пока я больше не вижу. Я думаю, что все, наверное, перешли по баннерам, да, и ознакомливаются с информацией. Поэтому я хочу только вас поблагодарить, что вы выбрали нашу конференцию и сегодня были вместе с нами. Кто захочет двигаться дальше и продавать свои мастер-классы, то мы с вами встретимся завтра. А продолжение нашей конференции будет в понедельник украшение для вас, где вас будет ждать новый спикер. Поэтому я на сегодня с вами прощаюсь. С вами была Юлия Левинца, команда нашей дружной красоты рукодельной. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok